Продолжаем выпуск. Приоритет поддержки материнства и детства, а также новые подходы развития рынка труда. Эти и другие вопросы прямо сейчас обсуждают на правительственном части в Межелесе. Там сейчас находится моя коллега Динара Абдирова. Она готова присоединиться к эфиру. Динар, доброе утро. Какие инициативы уже прозвучали? Доброе утро, Динара. Доброе утро, студия. Да, инициатив немало. Это и увеличение периода выплат государственных пособий по уходу до полтора года, повышение пособий многодетным матерям, в том числе награжденным алтеналкам, и введение цифровой карты семьи. Более подробно остановлюсь на последнем. Что такое цифровая карта семьи? Это информационная система, которая содержит сведения из различных государственных органов и позволяет определять уровень социального положения и благополучия граждан и оказывать также им гарантированную господдержку, если это необходимо. Этот проект уже внедрен в пилотном режиме с 1 сентября. И сегодня министр труда и социальной защиты населения Тамара Дюйсенова представила предварительные итоги этого проекта. Итак, что же стало известно? То, что в этом проекте в пилотном режиме уже зарегистрировано больше 6 миллионов семей. И если быть точнее, это почти 19,5 миллионов казахстанцев. Определяли уровень социального благополучия граждан по пяти категориям. Это экономическое и социальное благополучие, образование, медицина и жилищный вопрос. Почти, как выяснилось, почти миллионы 200 семей живут за чертой бедности. Это 3 миллиона человек. А хорошее положение и хорошо живут у нас в Казахстане свыше 2 миллионов семей. Также рассказала глава ведомства о пяти новеллах документа. И вот прямо сейчас депутаты Мажелиса задают свои наводящие вопросы. Это вот пока что основные направления кодекса, социального кодекса. Динара, вам слово. Спасибо большое.